Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю испечь немецкий ржано-пшеничный хлеб на трехступенчатой дидмольдовской закваске. Для начала приготовим анфриш. Для этого возьмем все указанные ингредиенты и смешаем. Объем анфриша у нас будет очень маленький, но постепенно с каждой новой фазой мы будем его увеличивать и в конечном итоге получим достаточное количество. Дидмольдовская трехступенчатая закваска является золотым стандартом немецкого хлебопечения. Это самый традиционный метод закваски, но самый требовательный. Он требует постоянного и контролируемого временного и температурного режимов. Постепенно на каждой фазе мы будем менять влажность теста, время брожения и температуру. И на выходе получим ароматную и максимально сбалансированную закваску. Смешав все ингредиенты для анфриша, оставляем его на 6 часов при 26 градусах. В зависимости от производственного процесса в пекарне временной режим введения закваски адаптируется под график производства. И в зависимости от заложенного времени созревания пекарем определяется количество закваски и пропорции между отдельными этапами. Количество закваски рассчитывается по правилу Аркадия, которое учитывает время созревания в часах как коэффициент умножения. Исходя из планируемого количества кваса или, говоря иными словами, готовой закваски на выходе или количества подкисленной муки в квасе или в закваске, этот коэффициент используется для обратного расчета количества анфриша или стартера. В пекарнях существуют электронные модели расчета пропорций и времени для определения значений для каждой отдельной ступени в зависимости от графика работы и желаемых объемов. Так как эта закваска требует очень четкого следования указанным временным и температурным режимам, расчет производится на основе математических моделей, которые имеются в каждой пекарне. На второй день приготовим квас. Квас есть не что иное, как готовая закваска. Каждый этап преследует свою собственную цель с точки зрения развития вкуса, аромата и микробиологического профиля закваски. Если на первом этапе, на этапе анфриша, мы стимулируем дрожжевую активность закваски, то на втором этапе, на этапе полукваса, мы стимулируем развитие молочнокислых бактерий. А на третьем, завершающем этапе, на этапе кваса, мы стараемся сбалансировать дрожжевую активность и активность молочнокислых бактерий для получения наибольшего баланса с точки зрения вкуса и аромата закваски и в конечном итоге конечного изделия. Все накрываем и оставляем на 3 часа. Температура теста должна находиться в пределах 28-32 градусов. Так как мы знаем, что температуру теста мы регулируем при помощи воды, то, соответственно, мы используем воду, которая находится именно в этом температурном режиме. Как мы видим, готовая закваска или квас у нас имеет консистенцию мусса. Она хорошо разрыхлилась, имеет тонкий вкус и аромат. Выкладываем все остальные ингредиенты в дежутистомеса и производим замес в течение 7-8 минут на умеренной скорости. В одном из последующих видео я покажу вариант хлеба на соляной закваске, которая дает примерно похожий результат готового изделия с точки зрения вкуса и ароматики, но значительно более приемлема с точки зрения временных затрат, с точки зрения необходимости постоянно следить за тестом. Это я покажу в одном из последующих видео. Вываливаем тесто на присыпанный ржаной мукой стол. Делим на две части. Делим через весы, для того, чтобы куски теста у нас были одинакового веса. И сразу формируем заготовки. При формовке следует учитывать тот момент, что в зависимости от того, насколько плотно вы сформируете вашу заготовку, будет влиять на время брожения. То есть, чем более легко вы произведете формовку, тем быстрее ваша заготовка созреет. И тем более крупнокористым будет мякиш. Традиционно для немецкого хлеба, немецкого смешанного хлеба, ржаного хлеба, мякиш является достаточно мелкопористым. Но мне нравится несколько более крупная пористость, что также допускается. Поэтому я формирую, не очень сильно придавливая заготовку, то есть, не возвращая степень готовности заготовки к нулю. То есть, в нем сохраняется еще какое-то количество газа. Заготовку можно выкладывать как шлюзом вверх, так и шлюзом вниз. Ну, вот я испеку один хлеб шлюзом вверх, а другой шлюзом вниз. И то, и другое является традиционным методом формования хлеба. Выкладываем заготовки в формы. Они должны быть хорошо присыпаны ржаной мукой. И оставляем на расстойку примерно до увеличения вдвое. Здесь нужно следить именно за объемом заготовок, а не за временем. В зависимости от того, насколько четко вы придерживались временного и температурного режима, насколько активна ваша закваска, это будет напрямую влиять на время созревания заготовок. Продолжение следует... Выкладываем их на пергаментную бумагу, даем слегка расслабиться. Когда вываливаем, особенно если вы печете шлюзом вверх, то заготовка должна слегка расслабиться для того, чтобы вот эти красивые трещины немножечко разошлись и дали нам на выходе именно красивый рисунок. Поэтому дайте заготовке полежать секунд 30 перед тем, как ставить в печь. Если вы печете в первый раз, необходимо делать замер мякиша на выходе. Температура мякиша на выходе должна составлять 97-98 градусов. Правильный хлеб имеет три цвета. Темно-коричневый или черный, светло-коричневый и желтый. Вот мы видим, все три цвета присутствуют в корочке. Если эти три цвета присутствуют, это значит, что вы испекли хлеб оптимально. Оставляем хлеб на созревание до следующего дня. Достаточно 6-8 часов, так как этот хлеб у нас ржано-пшеничный, а не чисто ржаной. Если это был бы чисто ржаной хлеб, то его необходимо было бы оставить на 16-24 часа. 24 часа считается оптимальным временем. 24 или больше. Но этот хлеб у нас ржано-пшеничный, поэтому 6-8 часов будет достаточно. Этот хлеб имеет очень тонкий, хорошо сбалансированный вкус. В нем очень слабо выраженная кислинка, которая постепенно раскрывается в процессе употребления, в процессе сживания. Кислинка ощущается не сразу, а постепенно она раскрывается, как будто он цветка. Корочка у этого хлеба традиционно плотная, толстая, мякиш упругий, не липкий и не влажный. Если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, я буду признательна и благодарна, если вы подпишетесь на мой канал, поставите лайк, а может быть, разместите ссылку на это видео в своих социальных сетях. Бегите на здоровье! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok